С обмелением рек разобрались, а что с комарами? В прошлом году кровососущие пожалели жителей Алтайского края. Этому способствовали сильные ветры. Размножаться в таких условиях было крайне сложно, поэтому лето было не особо комарином. Но ученые предупреждали, природа свое компенсирует. Поэтому мы решили узнать, в каком количестве прольется кровь этим летом. Есть ли уже первые звоночки к нашествию комаров? Судя по тому, что уже большое количество почвы обнажено, следовательно, самки просыпаются, а они с яйцами. Они выходят и они могут уже отложить яйца. То есть в ближайшее время, в конце марта, если вот так будет тепло, то они уже в апреле появятся и будут досаждать. Еще плюс к тому, что это комариное лето, то, что у нас земля была промерзшая, а снег упал, и поэтому она сейчас не уходит, она у нас стоит на поверхности. А это микроводоемы, и они быстро прогреваются, и туда уже она может на лету, самка бросить яйца в водоем и улететь дальше. Так что готовим репелленты. Скорее всего, лето будет комарином. Кстати, кровососущие могут еще и принести на своих ободках неприятные болезни. Наши комары отчасти способны переносить некоторые инфекционные болезни, не характерные для нашей территории. То есть те болезни, которые не являются эндемичными, характерными. Если произойдет занос инфекционной болезни, например, малярии, то наши комары могут способствовать распространению, передаче от человека к человеку этой болезни. Малярия, желтая лихорадка, лихорадка Денге, лихорадка западного Нила, лихорадка Зика – все эти инфекции не характерны для нашего региона, но, как мы уже поняли, их можно завести извне. И это еще не все. Мы еще помним о том, что наши комары могут передавать паразиту под названием Дирофилярия репенс. Это круглый гельминт. Морфологически он выглядит примерно как толстый рыболовец-колеска в длину до 30-40 см. И вот как раз личинку этого гельминта, или глиста, как говорят по-простому в народе, самка комара способна передавать в тот момент, когда присасывается, ну, в данном случае, к человеку для того, чтобы напиться кровью. И под кожей формируется половозрелый усыпь, который может доставлять некоторые объективные, субъективные ощущения неприятные жителям Алтайского края. К счастью, все эти случаи довольно редки. Продолжение следует...